МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обдинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона. В студии Георгий Розуваев. Дарья Человекова. Вот о чём расскажем сегодня. Форум научной молодёжи МИР, который проходит в Обдинске, собрал более 150 участников. Вопрос об организации охраны в школах и другие темы обсудили депутаты на заседании Комитета по социальной политике. Афиша мероприятий ко дню мирного атома в Первом Наукограде. Сегодня на базе Технической академии Росатома состоялось открытие форума научной молодёжи МИР, на котором более 150 участников, а это молодые учёные, в течение двух дней будут работать над созданием образа Обдинска как города будущего. Подробности в следующем репортаже. МИР, МОЛОДЁЖ, ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИИ. Форум научной молодёжи, главная цель которого – вовлечение молодых учёных в построение карьер для обеспечения технологического суверенитета страны. Нельзя не отметить то, что программа этого мероприятия довольно насыщенная, включает в себя мастер-классы, визионерские выступления, научные доклады, презентации, экскурсии и многое другое, посвящённое молодёжи и науке. А сама идея проведения такого форума приурочена к десятилетию науки и технологии празднования 55-летия Технической академии Росатома. Юрий Селезнёв отметил, что изначально планировалось мероприятие сделать в международном формате. Международный форум – это здорово, но мы живём в Обнинске, и в дни празднования мирного атома почему бы нам не поговорить о развитии Обнинска. Стали думать, о чём говорить. И тема городов с высоким научно-техническим потенциалом, она уже обсуждается активно, и пришла идея, почему бы не собрать молодых ребят из города, а у нас 13 чисто научных компаний, и не поговорить с ними о том, каким вы видите город с высоким научно-техническим потенциалом, и в частности город Обнинск. Мечтать и фантазировать молодёжь сможет в течение двух дней, но так, чтобы проект не оставался лишь условно на бумаге и имел возможность быть воплощённым в жизнь. Для этого команда молодых учёных придётся и нарисовать модель идеального города и спроектировать то, как к ней прийти, отмечает ректор Технической академии «Росатома». Кроме того, обсудят новые международные вызовы для российской науки, точки интеграции, практики сотрудничества корпораций с высшими учебными заведениями, проблемы вовлечения молодёжи в науку и, конечно же, будущее городов с высоким научно-техническим потенциалом. Мы сегодня не случайно собрали ребят, и я очень благодарна, что эта инициатива совместная, и очень много предприятий направили своих ребят. У администрации есть своё видение, есть стратегия развития, но это наше видение, это видение нашего поколения. Хочется, чтобы город будущего увидели ребята, которые руководить городом будут через 10-20 лет. И, соответственно, нам нужно будет уже жить в том городе, который построят они. Мне очень хочется увидеть идеи, которые нестандартные. Мне очень хочется увидеть те идеи, которые могут быть революционны в чём-то. И тогда Обнинск будет подтверждать всегда свой статус и своё звание города первых. Для участников форума после торжественного открытия состоялись визионерские выступления. Одно из таких провёл советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Владимир Артисюк, рассказав о сегодняшних международных вызовах для науки России. К слову, очень многое связывает Владимир Васильевича с первым внукоградом. Сам он из Калуги, а учился в Обнинске. Я здесь начинал свою научную карьеру. В 1980 году поступил в тогда Обнинский филиал Московского инженерно-физического института. Сам я калужанин. Обнинск всегда для... Ну, наверное, в то время для калужан был нечто такое романтичное. Всё же это новая технология, новая наука и технология, которые сделали нашу страну великой державой. Через выход на ядерное оружие, на ядерные установки на атомной станции первой в мире АЭС в Обнинске. Ну, конечно, это символ. Кроме того, состоялся в этот день и тур по технической академии «Росатома», где представители средств массовой информации смогли познакомиться с деятельностью организации. Она специализируется на дополнительном профессиональном образовании, профессиональной переподготовке руководителей, специалистов атомной энергетики и промышленности, аттестации персонала. Осуществляется здесь не только теоретическая, но и практическая подготовка. Мы уделяем большое внимание не только традиционному обучению, аудиторному. У нас большой объём присутствует тренажёрной подготовки. Сейчас мы активно используем онлайн-форматы, форматы цифровых курсов, стараемся быть ближе к заказчику. И главная наша на сегодня задача – это переподготовка, повышение квалификации специалистов атомных станций российских. И с 2017 года мы стали активным участником в реализации международных проектов госкорпорации «Росатом» по сооружению и водоэксплуатации атомных станций большой мощности. Что же касается форума, то его итоги подведут уже завтра, 24 июня, и представят результаты работы молодых учёных первого города науки. На заседании Комитета по социальной политике в эту среду депутаты заслушали отчёты руководителей реабилитационного центра доверия и Центра социальной помощи «Милосердие». Также рассмотрен был вопрос об организации охраны в школах города. Общество с ограниченной ответственностью «Третья сотня» долгое время занималось охраной обнинских школ. К частной охранной организации хватало претензий, многие случаи освещались в прессе. Нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде, домогательство до несовершеннолетних, применение физической силы к родителям и педагогам. Было принято решение добавить определённую сумму средств, в частности 4,5 миллиона рублей, на оплату услуг охраны для того, чтобы была возможность повысить качество этой услуги. 17 мая стал известен победитель конкурсной процедуры. В конкурсной процедуре принимали участие частная охранная организация «Ягуар» из города Воронеж и ООО «Третья сотня». «Третья сотня» выиграла с суммой контракта, то есть и по баллам общим, по качеству предоставляемой услуги, и по сумме контракта. Руководство «Третьей сотни» обратилось в Федеральную антимонопольную службу. Та приняла сторону ЧОПа, но и результаты конкурса обнулились. Образовательные организации каждая по отдельности проводили конкурс, и победителем везде стала «Третья сотня». От ситуации никто не в восторге. Но зачастую бывает так. Приходит ко мне директор 16-й школы, говорит, «О, Владимир Борисович, он теперь у вас. Я еле избавилась от него, потому что там просто невыносимо, как он себя вел. Теперь он у вас охраняет, теперь я избавился от него. Может быть, сейчас он где-то опять в каком-то образовательном учреждении». То есть сама услуга, она носит формальный характер. Мы просто выполняем федеральный закон, реализация каких-то там безопасностей, она минимальна в этом случае, а еще и мы получаем побочный эффект в виде недобросовестных, а порой как бы и преступных действий в отношении несовершеннолетних и педагогов в том числе. Никто не просит, чтобы охранники ходили с наручниками и в бронежилетах, говорили депутаты. Нужно, чтобы это был адекватный, компетентный персонал, который бы хорошо выполнял свою работу. Замдиректора «Третьей сотни» был на заседании и претензии депутатов прокомментировал. «Та сумма, которая как бы есть сейчас, и та, которая старт, она вообще как бы маленькая. Есть приказ Росгвардии, там идет 250 рублей в час. По запрашиваемой сумме и вашей утвержденной сумме там выходило 116 рублей в час. Это не соответствует действительности для оказания услуг. А в том ценовом диапазоне, который мы выигрываем, получается, что стараемся подбирать наиболее подходящий контингент». Замдиректор охранной организации считает, что депутаты сконцентрированы на недостатках, а о плюсах не говорят. «Третья сотня», в свою очередь, старается работать над ошибками. Члены комитета высказались, что в вопросе охраны детей не должно быть никаких ошибок. Если выходить на упомянутые 250 рублей, то и денег нужно из городского бюджета выделять гораздо больше. Андрей Зыков считает, что необходимость решать назревшую проблему очевидна как никогда. «Я напомню, сейчас идет спецоперация. И давайте вспомним, у нас, когда была вторая чеченская компания, школы охранять нам было нужно очень сильно. И я так думаю, что сейчас примерно та же ситуация». Председатель говорит, что если надо, можно идти и в вышестоящие инстанции. Татьяна Волнистова считает, в первую очередь необходим контроль с привлечением Росгвардии. Депутат Юрий Фрай проинформировал коллег о предстоящем присуждении городских премий, учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве. В этом году удостоится премии 56 ребят. «К сожалению, сумма к радости увеличилась. Если ее поделить на 56 участников, она составит 21 тысячи и еще какое-то количество. Но все-таки я обращаюсь и к коллегам, и к администрации, что сумму надо в следующем году, я понимаю, что в этом году уже ничего не сделать, но к следующему году надо увеличивать, потому что эта сумма уже не отображает действительность. И хотелось бы, чтобы наша награда, кроме, понятно, почета, вручения в городском собрании вот этих отличительных грамот, все-таки еще имела и хорошую материальную составляющую». Народные избранники заслушали отчет о деятельности Обнинского центра социальной помощи семье и детям «Милосердие». Особенно интересовала, какая необходима помощь. «Проблема кадрового состава, конечно, она очень существенная, и она существует, то, что нет специалистов, и они не идут на такую заработную плату. Средняя заработная плата специалистов в своей работе, в своей педагогу составляет 15-16 тысяч. И поэтому, конечно, мы вот… Просили увеличить городские доплаты, чтобы эти деньги можно было направить на премии специалистам. Кроме того, у «Милосердия» есть проблема с транспортом, на котором отвозят детей в школы, нужен новый автомобиль. Светлана Дробышева, руководитель Обнинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, тоже рассказала о деятельности учреждения. По словам директора, спонсорская помощь позволяет центру быть оснащенным по всем современным стандартам. Основная трудность – кадры. Сотрудники великолепные, но чего боюсь я? Я боюсь, что вот сейчас они, наверное, треть достигнут пенсионного возраста, уйдут и не придут к нам те, кто не будет брезговать моими детьми. Может быть, будут жалеть немного, но мне главное, чтобы они их любили и не брезговали. Потому что молодежь немного другая, очень много добровольцев, которые с нами сработают, но желающих прийти к нам на работу меньше и меньше. Почему? Потому что даже, закончив дефектологический факультет, они откроют свой центр и самозанятые и будут получать за прием тысячи рублей. Депутаты обещали помочь обеим организациям, чем возможно. Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. 26 июня отмечается День мирного атома. Обнинску этот праздник близкий и родной. В этом году в Наукограде пройдет немало интересных мероприятий. Подробности расскажем в нашей программе далее. 24 числа в 12.30 перед Домом ученым мы будем открывать аллею атомных городов. Еще раз повторю, что на этой аллее будут присутствовать почетные гости. Это генеральный директор госкорпорации Росатома, губернатор нашей области, главы всех городов присутствия АЭС, ну и, конечно, наша глава. И все гости получат сертификаты, удостоверяющие наличие звезды своего города на нашей аллее. В 17 часов в тот же день на площади около Плазы начнется праздничное мероприятие. Будут работать фото и игровые зоны. Подготовлены будут конкурсы, интересные активности для детей. Подведут итоги акции «Школьник Росатома. Собери портфель пятерок». В прошлом году, вы знаете, к 65-летию города жители города объединили, чтобы записать песню и клип, посвященные Наукограду. Для поздравления выбрали композицию «Дорогу и добра». В 18.30 песня прозвучит на сцене с участием главы нашего города. Ну и с 18.30 до 20.00 команда Тимура Ведерникова даст концерт участников проекта «10 песен атомных городов». 25 июня на улице Лейпунского пройдет музыкально-драматическое мероприятие, где постараются воссоздать атмосферу и дух 60-х годов 20 века. За подготовку отвечают Театр Деми и Музей истории Обнинска. Мероприятие начнется в 15.00 и продлится до 18 часов. В 15 часов мы проведем торжественное собрание. Затем выступят вокалисты трио «Империя Мьюзик Бэнд» Москва. Это выпускницы Московской консерватории. Они будут исполнять песни по нашей литературной композиции. Затем выступит команда студентов «Иотэнья Умифи». Позже группа Владимира Чучелова «Грот Саббат» Обнинск. И затем коллектив «Офайбэнд» Екатерины Булкиной. Жителям, которые придут на мероприятие, предлагают соблюдать дресс-код 60-х-70-х годов. Тоже 25 числа в Белкинском парке будет праздноваться День молодежи с 12 до 22 часов. Будут конкурс граффити, фотосушка, игротеки, фотозоны, лазертак, квизы и многое другое. Творческая площадка с мастер-классами для детей и взрослых, рэп-баттл, точка с PlayStation 4. Все желающие смогут посмотреть и поиграть в FIFA 20. Ну и, конечно, если у нас наберутся команды, мы думаем, что это случится, мы проведем мини-турнир. Ну и на концертной площадке будут хореографические номера, концертная программа от Нешколы Барабанов и наши творческие коллективы молодежные, рэп-группы и так далее. Во всех подробностях с информацией о мероприятиях можно ознакомиться на интернет-ресурсах культурных учреждений и городской администрации. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, Вконтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова